20-й контракт из первого главного управления, а мы из того же, на силовой поддержке из управления С, нелегальной разведкой. Отряды «Вымпел», «Каскад» — это чекистская войсковая операция, называли. А при этом посоветник. И в 88-м я приехал, аусвайс выписывают, там, справа налево, ни хрена, непонятно, фотография моя. И чуть чего там, значит, местные, там, эти. Там, вон там, Мушавер-Анхот, убежали, там. Мушавер-Хадан, вот они там. И позывные через Бали, Бали, Сейс, Сейс, Мушавер-Анхотан. Так что вот такая вот хорошая песня. Вот тут она, несмотря на высокой, описаны все тягости, тяготы службы там за рубежом. Звали нас Высокоблагородие, Как-никак русский офицер. А теперь какая-то пародия По собачь кличут Мушавер. А теперь какая-то пародия По собачь кличут Мушавер. Раньше кителярии вне скрипучие, Конь-огонь под бархатным седлом. А теперь спецовка в лучшем случае, БТР и все на нем гуртом. Раньше ресторана да шампанская, Вина хоть по вкусу выбирай. А теперь отрава пакистанская, Хочешь пей, а хочешь выливай. А теперь отрава пакистанская, Хочешь пей, а хочешь выливай. Женщин нет, а есть так без внимания, Чеков нет, так отпихнут ногой. Две собаки, вся моя компания, С ними порычаешь и на покой. Две собаки, вся моя компания, С ними порычаешь и на покой. Звали нас Высокоблагородие, Как-никак русский офицер. А теперь какая-то пародия, По собачьи кличут Мушавер. Одно из писем, написанное домой. Шесть писем я написал за год. А писать-то цензура через эту военную, Обратно писем приходит. То письмо поступило в открытом состоянии, Во вскрытом состоянии, Где-то что-то вычеркнуло. Чего? Старался не называть и Писать, что все нормально. У нас тут бассейн, река течет, У нас песчаные пляжи, Это в Бадоксане, да? У нас горный воздух изумительный, У нас мартышки на пальмах. Но это не у нас, это в Азис, В Палеховрях мартышки были, по-моему, Еще где-то там, в Южной. Джиллабаде, да. А мы там, эти мартышки, попугаи. Ни хрена там. Ничего-то не было. Горы, духи, дыхание. Ну, бараны были, овцы были. Но нам они чего-то не продавали, Ни баранов, ни овец. Особенно пуштуны, Когда там и бредут они караванами осенью, На озеро Шиву, На альпийские луга, кочевые. Женщины замечательные, пуштуны. Голубоглазые все, высокие все, С глазами с такими. И на нас им абсолютно плевать. 2000 караван, А нам кто-то сказал, пойдут пуштуньки. У них, они действительно идут. У них там, значит, На коленях лежит или ребенок, или ягненок. Впереди старичок на ишаке, А сзади верблюды, верблюды, верблюды. Суровые. Они до 72-го года брали первые места по стрельбе в Кабуле. А мы два БТР вот так вот носом поставили с Ленькой Тепляковым. Коль, ты же был при этом уже, да? Поставили, деньгами запаслись, говорят. Они барашка подешевле можно купить. И ставили, стволы развернули, перегородили. Шлагбаум, там дальше горы, тут речь, куда денутся. Будем покупать. Кричали, переводчик тоже чего кричал, Коль, да, или Панже кричал чего-нибудь. Размахивая пачкой Афганий. Хоть бы черта зла, очень тихо и спокойно. Никакого внимания не обращают. Обогнули нас по склону горы и ушли туда, на Альпийские луга. И мы, куда, где барашки-то? Так что нам или вертолетчики поставляли, там, с полетов, Либо с колонной поставляли второй батальон. Слава Масловский. Ну вот этот, ну и что, вот написал письма. Первое, что я написал письма жене своей и всем чужим женам И любимым девушкам, которые нас ждали. Без упоминаний названий, имен, фамилий, кличек, званий и чинов. Просто так. Этот мир без тебя Просто серые скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень Здесь душманские буры Берегут перевалы И в тревожных рассветах Где-то еще Этот мир без тебя После рейда усталость Недописанных писем Скупые слова Здесь в сердцах Здесь в сердцах уживаются Я растяжалась И по-прежнему в душах Одежда жива Этот мир без тебя Неизменен не вечер Мир нежданных разлук И случайных встреч Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Этот мир без тебя Он расколот войною Эхо выстрелов скачет По склонам крутым Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Этот мир без тебя Все же полон тобою И становишься ближе Далекая ты Спасибо Одна из песен У нее интересная история Я просто так написал Как там Взгляд со стороны Об одном совершенно Незначительном событии Ну просто в горах Пошел дождь Там где снега Должны идти Пошел дождь И вот И колонна наша идет Она после этого Пробилась через засаду Чего-то Уставшие ребята Отбивались от духов От засад От этих На минных полях И осталось совсем Немножко дойти И вот написал Но я ей значение Не придавал Пока Олег Брылев Ну вы знаете Замечательный полковник Который книгу написал Вот эту вот Машеловка Афганская Хорошо написал Он мне сказал Да это самая лучшая Твоя песня Я говорю Да ладно И в 88-м году Майские звезды Тогда проводили В клубе МВД Большом Там был вообще Первые спели песню Выходит каскад Халиловской песни Поет мою Изуродованную Озаренком Слова Лавпуром То есть скажем Чем ты Да Чем ты Земля Афганистана Искупишь Лезу матеря Я совсем не этот Чем ты Великая держава Писал там Но он устал Гимном вывода Как там все считаются А второе место Занял я Сразу за ними Вот с этой песней По-моему 150 рублей Лауреат А кто Халиловский Не наили Даже стакан На песне Мне вообще Забыли указать Чья эта песня Дождь идет В горах Афгана Это странно Очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды И дождю подставив лица Все пытаются отмыться От жары Столетней пыли Серой пыли И беды Дождь идет В горах Афгана На колонны Караваны Словно сура Из Корана Струйки тянутся С небес Дождь стучит По горным склонам По машинам По погонам И шипит На раскаленном Утомленном АКС Дождь стучит По горным склонам По машинам По погонам И шипит На раскаленном Утомленном АКС Дождь идет В горах Афгана По забытой И желанной Память светлой О доме В дальнем доме И весне И отплясывают Рьяна Два безусых капитана Два танкиста Из Баглана На залатанной броне И отплясывают Рьяна Два безусых капитана Два танкиста Из Баглана На залатанной броне Дождь идет В горах Афгана Пересохшим речкам Манной Он, конечно, он, конечно Ни российский, ни родной Местный бог От взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог От взрывов злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И дождем подставив лица Все пытаются отмыться от жары Столетней пыли Серой пыли и беды И даже подставив лица, все пытаются отмыться от жары. Столенький пыль, серый пыль и беды. Боевым водителем на БТРах, на танках, на БРДМках, на БМПшках, на КамАЗах, на Уралах, на Зелах. На трассе жизни вот у нас была. Одна песня, мне очень нравилась с детства, я помню, вообще я только родился и все это слушал. Был патефон трофейный, батя с войны привез, немецкий какой-то, 30 какого-то года, и были пластинки. Даже не винил от такие вот. Я постаршал, дурак их бросал, как диски эти пластинки, а вот теперь жалею, почти не осталось. И там была песня, песенка фронтового шофера. Я ее переделал, потом я много раз слышу, как ее поют про Афганистан. Чуть-чуть перед, ничего, на афганский мотив, под баян, под этот, я стоял, слушал, мне никто не верил, что это мою переделку поют, что это моя. Нет, это там, ну, не важно, я уж к этому привык. Водителям, за штурвалами БМП, за баранками автомобилей, за рычагами танков, Через перевалы и долины. Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль по горным склонам, от Кундуза и на Файзабадах. Путь дороги Афганистана, не страшны нам засады душманов, А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим. Был друзья нелегок и нескор, шли два дня, три ночи, трудно было очень, Но водитель не глушил в моторах путь дороги Афганистана, Сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть в союзе неким лицам, наши песни будут невдомек, Но не позабудем, если живы будем, мы афганских выжженных дорогах. Путь дороги Афганистана, не страшны нам засады душманов, Ведь помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Я написал сам водителем снабжение водителей, Гуманитарная помощь афганцам водители. Слава Масловский, 2 батальон, он водил колонны, И у него сам здоровый, красивый майор, метр по два, Сам белый альбинос, один глаз карий, другой голубой. И он водил колонны. На нем вот такой слой пыли, ни одной царапины. Ну, колонны кто там был, Серега, подтвердили. Доходили, не доходили. К Бахараку можно прорваться, можно не прорваться. Доставка вертолетами там все окружили. Там он служил. Перевалы лощины, то засады, то мины, Как затравленный дышит мотор. Раскаленные ветры ползут километры Среди серых пылающих гор. Раскаленные ветры ползут километры Среди серых пылающих гор. Под колесами камень, не шути с тормозами, Ведь все же КамАЗ, а не танк. Раньше в этой кабине ездил Пашка-Вершинин, Да не выпустил Пашку-Саланг. Раньше в этой кабине ездил Пашка-Вершинин, Да не выпустил Пашку-Саланг. Где настолько с тобою не мотала войною Мой пропахший соляркой собрат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу, На израненной пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу, На израненной пулями скат. Вот за тем поворотом непонятное что-то Стегануло по скалам картечь. Ну не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Ну не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жизнь и надежду сберечь. Нас светами встречали И фугасами рвали Было дело, хлебнули чудес Ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Ковыляет бетонка, то гордес, то зеленка То зеленка, то снова гордес Перевалы, лощины, то засады, то мины Словно загнанный дышит мотор Раскалённые ветры и ползут километры Среди афганских пылающих гор Раскалённые ветры и ползут километры Сквозь межафганских стреляющих гор И тогда ещё одну песню Если верить Юрию Алексеевичу А он ведёт строгий отчёт Где чего-то Во всей Европе и даже за рубежом Вальса в прошлом году занял первое место Вот этот вальс четвёртого года войны занял Я верю своему администратору и другу Я вам сейчас её спою Конечно, вертолётчики там Куда же без них-то там Ни туды, ни сюды, как без воды Я спрошу прощения Не слышен невесом Кружится снег над крышей Затянут в облаках полночный небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Уходит старый год Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Уходит старый год Что было в том году Дороги, да дороги Да скрежет на зубах Горячего песка Да новые друзья Да старые тревоги И мины под ногой И пули у виска И новые друзья И старые тревоги И мины под ногой И пули у виска С гвоздя гитару снял Усталый вертолетчик Настроил в унисон С аккордами души И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закружил И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закружил Плывет, качаясь вальс Над древними горами Не слушая войны Не ведая границ Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожать ему нежных рук И шорохом резниц Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожать ему нежных рук И шорохом резниц Пусть голос твой охрип Но нету слуха к фальше Кончающийся год Не зарастет бульем Играй, пилот, играй Про то, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоем Ночь коротка Спят облака И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука После тревог Спит городок Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часок Хоть я с вас совсем знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем Не слышен невесом Кружится снег над крышей Затянут в облака Афганский небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим И под его мотив Приходит Новый год Спасибо Значит Прислала мне Супруга моя письмо А там они на диване сидят С сыновьями Значит Супруга рыжая Виннии Русая А сыновья почему-то рыжие Огненные Не знаю вообще так получилось Фотографы говорят Эту фотографию я повесил Все вешали фотографии Там Вася, Юра И я Пришла какая-то фотография с письмом Через все цензуры военные Дошла и повесил я на стену И написал эту песню И вообще Низкий поклон всем Офицерским женам Мне повезло И повезло кому-то Дорогие мои с вами Есть среди вас офицерские жены Это тяжелая работа И иногда тяжелая участь Иногда мы не возвращаемся Ну а когда тоскуем Пишем письма Ну примерно такие Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорный Бадакшан Мне поет про горы грусть магнитофонная А вокруг столпились горы наяву И живу я здесь За садами и колоннами Да еще твоими письмами живу Где отмечено В уставе ли, в Коране ли Для чего живет на свете человек Здесь сошлись два века В противостоянии И век двадцатый И четырнадцатый век Здесь не верю Ни в Аллаха, ни в Иисусы я Десять заповедей душу не томят Вся религия моя Головки русые Сыновей, что с фотографией глядят Ни к чему мне новомодные традиции Все указы здесь не значат мне черта Пью я водку с подполковником милиции Он милиции московской нечета Пьем за дружбу боевую настоящую Пью за то, что он не смотрит свысока Что меня он не ходячего, не зрячего Семь часов тащил по скалам до полка Может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь слезы не тая Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья Только верь и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена Спасибо Спасибо Так, сейчас Так Я, поскольку временно не способен карась Луганский Говорить особо не говорит Песен не поет, только готовится Я спою песню Его песню «Карася» Две даже спою песни Это замечательный автор-исполнитель Полковник Спецназовец Декабрист Он пишет песню хорошую Одну я спою Одну вы знаете в связи с тем, что приближается дата Вот мы с коликами с другом пишем с датой И мы знаем, что все от 27 декабря А уж кто хочет, пишет, что это праздник Мы не считаем этого праздника, да? Алексеечка Комиссар памятной даты Да-да-да-да В декабре зимы начало В декабре дни рождения есть Для кого декабрь начало Для кого лебединая песнь Для кого декабрь начало Для кого лебединая песнь В декабре меня кроха спросит Потирая озябший нос Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз В декабре есть еще одна дата Без отметки на календаре Я тебя целую как брата На кабульском чужом дворе Я тебя целую как брата На кабульском чужом дворе Слезы радости помни об этом И друзьям своим растолкуй Отчего нам так дорог этот Неуклюжий мужской поцелуй Суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Я еще вторая песня «Карася» Она была шуточна, она была написана, значит По поводу Куоса Альма-Матер Он снесен на Альма-Матер Тот 36-го года деревянный домик Двухэтажный на объекте Балаших 101-й диверсионный разведшколы Снесли и построили что-то новое А из этого макет сделали Но мы все помним Кто был посмертно Боярин его помним Командир Эвальд Григорьевич Козлов Первый был Там начинался вымпел в 81-м году А мы даже не знали, что это такой вымпел Ну вот А поскольку был При штурме, а потом еще в первом каскаде Был «Карась» Он постарше Он 49-го Вот эта песня Я по свету немало хаживал Под Кабулом в землянках я жил На Баграме десант высаживал В Царандое и в Хаде служил Бил душманов, как батя фрицев Повторяя простые слова Далека ж ты, Москва, столица Золотая моя Москва Сколько дней это будет длиться Сколько скажут нам матерных слов И полягут в чужой столице Самых славных твоих сынов Без салютов нахмурив лица Их проводит родная братва Чем ты будешь тогда гордиться Золотая моя Москва А пока что с друзьями вместе Вспоминаем кишлак, чак, вардак И твою лебединую песню Ту, что спел ты в огне А так, днем и ночью В пургу и в жарищу Беспощадно громил ты врагов Как учил нас полковник нищим Как советовал быстряков Я люблю подмосковные рощи Те, что стали родными для нас Я люблю твою красную площадь Балашиху и бычий глаз Снова вижу родимые лица Да мы готовы славянам помочь Вот появиться и тут же смыться Потемней удалась бы ночь Но диверсанты появиться и тут же смыться Потемней удалась бы ночь Нищев полковник Первый спецназовец номер один Дядя Петя мою звали Он старший Нет его на свете Умер Быстряков полковник Он Тоже его нет уже на свете Который выручал нас всех Вот преподаватели Кооса И они же были в Афганистане Первыми самыми По старьков дядя Федя Садился мотоцикл Любил кто же стоит Когда нас тормозили Выпишли кого-то Там между нами ОМОН же Амздон стоит И когда идут всякие Выходят куда-то и едут Амздоновские ребята А мы объезжаем У нас останавливают военные полиции Вот дядя Федя на мотоцикле Прилетает Парень такой Лейтенант стоит Ты кого останавливаешь тут И все Езжайте только осторожно Дайте проехать колонии Но он был замечательный Были замечательные люди У меня командир Герой Советского Союза Бояринов Полковник погиб При штурме дворца Мина Тяжелое родение Получил тот Кто у меня был Командиром И вербовал меня В первое главное управление Конкретно Вымпел Это был Герой Советского Союза Эвальд Козлов Эвальд Григорьевич Козлов Он был у нас командиром Вот я не знаю Жив ли он Отец-основатель Все это Генерал-лейтенант Дроздов Юрий Иванович Разведчик Божьей милостью Который записку писал В 81 году После удачного Шторма дворца Писал записку в ЦК И стал создаваться Вымпел Вот с ним Умер тоже Савинцев дед Умер тоже Там был В прошлом году За 90 лет Немножко перемахнули Потому что здесь Лица Для нас Они Святые Лица Вот почему Испомнил здесь Уже О Здорово Мотогвардия Привет О Спасибо большое Поздравление Ну Говдов со всем этим Ты что Ты пришел А Зайдешь Ну ладно Ну и вот эта песня Она для всех Автор Мне неизвестен Исполнял ее Известный Там С первого Самого Зашлись Кирсанов Юра К 27 И вообще К Афганистану Бой Гремел В окрестностях Кабула Ночь Слепилась В треск С плесками Огня Не сломала Нас И не согнула Видно Люди Крепче Чем Броня Дипломаты Мы Не по призванию Нам Милей Братишка Автомат Четкие Команды Приказания И в кармане Парочка Гранат Вспомним Товарищ Мы Афганистан Зарева Пожарищ Крики Мусульман Крохот Автоматов Взрывы За рекой Вспомним Товарищ Вспомним Дорогой Вспомним С тобою Как мы Шли В ночи Вспомним Как бежали В горы Босмачи Как Загрохотал Твой Грозный АКС Вспомним Товарищ Вспомним Наконец На костре В дыму Трещали Ветки В котелке Дымился Крепкий Чай Ты Пришел Усталый Из разведки Много Пил И столько Жемолчал Синими Замерз Товарищ Вспомним Товарищ Вспомним Дорогой Вспомним С тобою Для тебя Вспомним 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 Дорогой Вспомним Мелодии Разные Я спою Которую Я слышал В 82-м году И запомнил На всю жизнь Потом Пел Точно так же Это Про нашу Службу Это Тоже Комитет Государственной Безопасности Спец Подразделение Вымпел Сейчас Называется Вспомним Разведка Специального Значения По сути Диверсионная Разведывательная Организация Вымпела Мы даже не знали Что она есть У нас Называл Отдельный Учебный Центр АУЦ В Балашихе До нас был написан Те, кто уходили По разным странам Уходили Упускники Работали Гибли Возвращались Иногда Где с победой Ну, неважно Гимн Оса Он и Каскадов Был гимн И даже Вымпела Бой затих У взорванного Моста ГСН Растаяло Во мгле Зампада Не терпящий Удобства Умирает На сырой земле Жаркая Нерусская погода Остывает На его губах Звезды Неродного Небосмода Угасают В голубых глазах Умирает он Не веря в сказки Жив Жав в руках Разбитый Пулемет И к нему В набедренной Повязке Вражеский Наемник Подойдет Подойдет Посмотрит Удивится Вскинет пистолет Прищурит глаз Скажет Много резал Бледнолицых Русских Буду резать В первый раз А в России Зацвела Горячиха Там не бродит Дикий Папуас Есть в России Город Балашиха Есть там Ресторанчик Бычий глаз По субботам И по воскресеньям Люди в ресторан Идут Гурьбой Среди них Идут Держа равнине Парни С удивительной Судьбой Узнают их По короткой Стрижке По билетам Типа Балахон И их В округе Местные Мальчишки Называют Дяденька Шпион Если Где-то Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пусть Вечным Памятником Станет Проходная Возле Дорнии Если Гнета Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пусть И вечным Памятником Станет Проходная Возле Дорнии А сообразно Ни по Пожарной Граной Так что Через забор Туда-сюда Там И глухая Стена И вроде Не перебраться Через нее Ну и Уже не буду говорить Где внешняя разведка Где контрразведка Потому что И там И там Они не существуют Независимо Друг от друга Генерал Который У нас на свадьбе С Ольгой был Который Был штрафником С 37-го года Вышел И в штрафной роте У отца был Но конец войны Опять генерал Ну сталинские репрессии Там в конце Он войны Опять стал генералом Командир дивизии Значит Господи Забыл Что я хотел сказать Про генерала Да Я не помню Как его звали Потому что Он такой Замечательный был Но Он мне говорил И другой говорил Генерал-полковник Который Вербовали Они меня С отцом Это фронтовые друзья И когда я попал В контрразведку Он мне Сказал Игорь А я иду Мимо дома 2 На собеседнии Оттуда Сигаретами Иностранных Пахнет Виски Закон Вот они Мерещатся Мне Караваны С пряностями Ну и Как я попал В Афганистан Думаю Это что Первое Главное управление Все равно Разведка Штирлиц Я уже Практически Готовый Он мне Сказал Ты не переживай Ты будешь В разведке Не сказал В какой Ты будешь Контрразведка Это Арифметика А там Первым Это Высшая Математика Но туда Без арифметики Лучше не соваться Ты же Сын офицера Боевого Так что Я поэтому Так и не переживал Что в контрразведке Даже интересно Людей узнал Что в стране Происходит на самом деле Потом Афганистан Ну вот поэтому Какой безразличный Называется Мистер Джексон Какой войне И без войны И не важно Разведка Или контрразведка Кстати В первом Главном управлении А что же разведка До недавнего времени Официальный отдел кадров Занимался В ПГУ Там во внешне А сейчас Управление Собственной безопасности Это и есть Контрразведка В какой безразличной В стране В одном из огромных Чужих городов Живёт 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 Мистер Джексон Он Джексон Как все за границей Как все за границей Он ходит Он ходит Он ходит А где-то А где-то А где-то хранится А где-то хранится А может А может А может А может А может На Волге Семья его ждёт И может Так статься Что им не дождаться Когда он с работы Вернётся Домой А просто однажды Придут к ним И скажут Он долг выполняя Погиб как герой А просто однажды Придут к ним И скажут Он долг выполняя Погиб как герой Так в какой безразличной В стране заграничной В одном из огромных Чужих городов Живёт неизвестный Живёт мистер Джексон Он Джексон И он же Майор Иванов Живёт неизвестный Живёт мистер Джексон Он Джексон И он же Майор Иванов Ну, песенка повеселее Сейчас, сейчас Старая добрая песенка Времён Мы идём Тропинкой очень узкой И, наверное, ищет нас десант Нас ведёт Нас ведёт Наполовину русский Сэр Антони Белый эмигрант На тропинке Нашей тёмной и узкой КГБ вовек Нас не сыскать Эй, сэр Антони Как это по-русски? Бедный твой мать Там, вдали За Синью горою Есть огромная страна США И мы туда Вернёмся, как герои Только бы добраться нам туда И будем пить Вино из чаракузских И красивых женщин Обнимать Эй, сэр Антонио Как это по-русски? Джонни бросил Ферму в Алабаме Записался членом ФБР И сказал Своей старушке-маме Мигом я слетаю в СССР Ни один гектар По порчу кукурузки Буду знать, как штаты Обгонять Эй, сэр Антонио Как это по-русски? Бедный твой мать А папа отдал Джонни два миллиона Чтобы тот достойно мог жить Спи, папуля Мальчики-шпионы Пентагон сумеют защитить На тропинке Наши тёмные узкие Никому вам Никому вовек Нас не сыскать Эй, сэр Антонио Как это по-русски? Раз, два, три, пять Ночь Тиха Шумит тайга тревожно С вертолётов Высужил десант По тропинке Нашей осторожно Очень осторожно Нас ведёт Антонио Иммигрант С ним, друзья Мы попадём в кутузку Ведь да, сволочь Не за понюху табаку Сэр Антонио Как это по-русски? How do you do? Ну и хорошая песня Так, чтобы расфелиться уже Вы ещё знаете старая хорошая песня Про контрразведку Вот кто-то Странно, что кто её написал Так это Владимир Высоцкий Весёлый, хороший Песня Но там всё сказано чётко Говорю, как Забывший контрразведчик Всё правильно Ну и слышали, да? Избегая, опасаясь контрразведки Избегая жизни светской Под английским псевдонимом Мистер Джон Ланкастер Пек Вечно в кожаных перчатках Чтоб не делать отпечатков Жил в гостинице советской Несоветский человек Джон Ланкастер в одиночку Преимущественно ночью Чем-то щёлкал Чём был спрятан Инфракрасный объектив А потом в нормальном свете Приставало в чёрном свете Всё, что ценим мы и любим Чем гордится коллектив Ну, например, клуб на улице Нагорной Стал общественно уборный Наш родной центральный рынок Стал похож на грязный склад Искажённый микроплёнкой Гум стал маленькой избёнкой И уж вспомнить неприлично Чем там стал театр МХАТ Но работать без подручных Может скучно А может скучно В раз враг подумал Враг был тока Написал фиктивный чек И где-то в дебрях ресторана Гражданин Епифана Сбил с пути И спонталыку Несоветский человек Епифан казался жадным Хитрым, умным, платоядным Меры в женщинах и в пиве Он не знал и не хотел В общем так Подручный Джона Стал находкой до шпиона Так случиться можно с каждым Если пьян и мягкотел Вот и первое задание 3.15 возле бани Может раньше, а может позже Остановится такси Надо сесть, связать шофёра Разыграть простого вора А потом про этот случай Растробят по Би-Би-Си И ещё, оденьтесь свеже И на выставке в манеже К вам приблизится мужчина С чемоданом Скажет он Не хотите ли черешни? В ответе, конечно Он вам даст батон взрывчатки Принесёте мне батон А за это, друг мой пьяный Говорил он Епифану Будут деньги, дом Чикаго Много женщин и машин Враг не ведал дурачин Тот, кому всё поручил он Был чекист из контрразведки И прекрасный семьянин Да-да, этих шуток мастер Этот самый Джон Ланкастер Он жестоко просчитался Пресловутый мистер Пек Обезврежен он и даже Он пострижен и посажен А в гостинице советской Поселился мирный грек Так, ну это я вот должен спеть Потому что памяти Побратима посвящено Сложная судьба у Вадима была В общем он сам погиб Он сразу сгорел почти При падении вертолёта Я говорю, сразу сгорел Вот да, он-то Они вылетали Возволять Камэска Восьмого сентября Камэска Восемнадцатого Уже в этом госпитале В Ташкенте Значит Жена его Нина Красивая женщина Она вот Она пережила его На два года Я ездил с врачом Разговаривал тогда Он сказал А у неё есть там Я говорю, да муж погиб Вот хоронили всем Домодедовским этим городом Плохо Она не хотела Никого Никаких мужиков На этой почве У неё что-то Онкология там туда Мы с Колей ездили тогда И потом В Склифосовске Она говорит, жить не хочет Когда она сказала Тоже военный врач Бывший когда Нина умерла Где-то через два года Умерла Его усыновили Вадим Вадимовича Маленького Там в втором классе Или в третьем он был Усыновила Бабушка и дедушка Они умерли Потом мы ездили с Колей Понимаешь Что-то говорили В Суворовское училище Там было Чтобы не выгоняли Там Чтобы там Его он остался Вот закончил Суворовское Потом он Рязанское автомобильное училище Уже один был Практически Уже умерли бабушка И дедушка у него Он женился И погиб Вместе с беременной женой И он Два раза жалился И в конце концов Погиб Как порядочный офицер Тоже Тоже род Бурага Прекратился Но Люда Бурага Живая еще И у нее был брат В МВД работал Начальник отдела Но неважно Вот это вот Я расскажу Как все дело происходило Мы ошиблись в расчетах Их было 500 А не 200 Как нам сообщали В кишлаке Фаргамуч Весь второй батальон Булеметами духи Зажали Отсекли БТР Огнем РПГ Два из них подорвались На минах Задекли наши роты Припали к земле И осколки Плясали на спинах Справа Слева Здесь кто? Черт их всех разберет Хуже нету Такой заварухи Из мечети Вдоль улицы Бьет пулемет И визжат Озверевшие духи Время двадцать Четом Тот сколько вдруг до ушей Долетел от реки Так знакомый Напев вертолета А мы ведь знали Вертушки на базу ушли За высокие горные гряды По какому приказу Вернулись они Да еще перед самым закатом Дальше все как по нотам Взорвался эфир Паретоном охрипшим комбата И взметнулся Разборотый Нурсами мир И в атаку Поднялись Ребята Было время И был ослепительный час Все отмечено В справках и сводках А старый ли вертолетчик Что вытащил нас Оказался моим Одногодкой Да к тому ж Москвичам Эх, тесна же земля Побратаемся что ли Ей-богу Два осколка Засела в руке у меня А его Угораздило В ногу Мы по капельке крови Смешали в стакан И добавили спирта С водою А начальник разведки Седой капитан Был при этом При всем Тамодою Это диким Покажется вам издали Мол, с ума что ли Там посходили А мы традиции Сами Слагали свои Жаль, что нынче О них Позабыли Мы потом Не один еще Прожили бой Все мы Жили боями В Афгане Я в апреле В Россию Вернулся Живой Он сгорел в сентябре Под Ахшан На гранитной плите Между цифр Тире И слова Выполняя задания Я сюда Каждый год Прихожу в сентябре С побратимом моим На свидание Так теперь живу Не боясь ничего Может быть за себя Может быть за него Да, такая песня Песня О ком-то из наших Кто Получил отпуск Приехал в Москву И куда ему деваться По старым адресам Никого нету Вспомнил один адрес И пошел туда Ну так Ностальгия Ничего хорошего Не получилось Но все-таки вернулся В какое-то время Во времена молодости До войны Здравствуй Это я Прости Без приглашения Но сегодня Пятое февраль Я хотел тебя Поздравить С днем рождения Что Давно не празднуешь А жаль Постоим Немного у двери Я лишь на минуточку Прости Так бывает В жизни у людей Вновь пересекаются Пути Да, я загляну В твои глаза Помнишь Я когда-то В них тонул Помнишь Как однажды Нам разлуку нагадал Авиабилет Москва-Кабул Сколько зимы Сколько долгих лет Если год за три Пересчитать Я не упрекаю Что ты Бед Не имею права Уплекать Как живешь Надеюсь Все в порядке Замужем Писали мне Друзья Помнишь Как с тобою В нашем парке Прятались под кленом От дождя Я запомнил Вкус того дождя На губах Испуганных Твоих Не смотри Тревожно На меня Я от этих губ Почти отвык Очень изменился Что же Может быть Старит нас Чужая Старина Там живут Не прячась От судьбы Потому До срока Седина Что тебе Расскажешь О войне То надо ли Рассказывать Сейчас В следующий раз Я все скажу тебе Если будет В следующий раз Счастлива ли ты Вопрос из киноленты Где героев Сводит Хэппи-энд Так в кино А в жизни Проездные документы Снова на Кабул Через Ташкент Вон гудит таксист Не может больше ждать Видно Мало дал ему На чай Вот и все Меня Не надо провожать Я пошел Будь счастлива Прощай Спасибо Юр, сколько еще Время есть? Десять минут? Две песни Две песни Потому что надо еще Время там Автографы Написать Куда хватит Еще не писали Ничего Ладно Длинное получилось Размышление в колонии Тулукан-Файзабад Двух разных войн Едина суть Так говорил один комбат Мы трассой жизни Звали путь И с Тулуканом Файзабад Там трое суток Напролет Ползет колонна Между скал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Кричи с досадой Не кричи Здесь эти крики Ни к чему Где ставят мины Босмачи Известно Богу одному Не угадаешь Где рванет Под кем Сработает запал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Держись спокойнее Проток На нервы Мизерна цена Здесь не Европа А восток И в моде Минная война Вздремни Покуда твой черед Отдай напарнику Штурвал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Перевал Прикрой усталые глаза Смят Оторви Откли И все Что в письмах Прочитал За словом Слово Повтори Тебя в союзе Кто-то ждет А может Ждать уже Устал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Да нет уж Лучше не дремать И успокоиться На том Что будет Время вспоминать Когда до финиша Дойдем Закат ложится На капот Угрюм и тих Покрова Ал За поворотом Поворот За перевалом Перевал А где-то Мир и тишина И только Фильмы На войне А здесь Отметилась Война Пробойная В лобовом Стекле Сказали Вас Награда Ждет А ты О ней И не мечтал За поворотом Поворот За перевалом Перевал И кто-то там Живет Как жил Добрососедствую Со злом А ты давно Уже забыл Что называется Добром Пыль со скулы Смывает пот В глазах Багровый Карнавал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Дилемма Быть или не быть Не для уставших Наших душ Мы просто Дальше будем жить Перевалив За гендуку Вон Прогудев Над головой Вертушки В сторону Ушли И Перестроился Конвой Очнись Приятник Мы дошли Файзабад Файзабад Замечательный город Прекрасный Прощаться Не хотелось С ними Улетать Товарищи Боевые Здесь оставались Все Дослуживать Хоть там Ами Меняться Закрывали точку Уезжали все Оттуда И больше Файзабад Никто из нас Не попадал Остался На память Кресс Обчарка Наша Пограничная Попросили Оставить Он Виллу охранял Мне его Подарили Начальник аптеки Когда В дивизии Заночевал Прилетел И Летел После отпуска А он летал Говорит Забери собаку Хорошая Его крес Пограничники Обрадовались Наши У нас погранцы Были охраны Все Обрадовались Стали дрессировать Черт И как Дрессировали Уже Никто Прийти не мог Они же хитрые А им Дело внушение Вы слушайте Хватит Хватит Чужой Чужой Кто Входит В ворота Или Держите Собаку Я им Говорил Знаете Что Сделали Они Вопль Держите Собаку Спускали С поводка Это жрал Любого Кто Сюда Входил Парадоксально Что Наш Воин Боец Как Не Оденься Перемаз Черт Знаете Вот Не Трогал Афганец Губернатор В тройке Вообще Там В галстуки Ходил Там Новый Наглажный Все Наш Другой Запах А наш Я покурился А крест Не выносил Он Щенком Попал А наших Нет Ну Наш Может Тоже Что Наш Не трогал Да Да Стоит Да Браковка Сапер У него Шпоры Были На ногах Вот он Там Остался А когда Извините Когда Я приехал Уже Другой Миссией Обеспечения Безопасности Вывода В 88 Году Ребята Встретил Там 20 Контракт У них Был Встретил Которые Летали В Позабад С проверками Там Советы Ки Оставали Еще До Последнего И Сказали Что Курез Пристрел Лили Он То ли От взрывов То ли Еще От чего То Там Он Пошел Заболел И Стал Бросаться Своих Кусаться И Они Что Сделали Позвали Сержанта Дали Пистолет Налили Стакан Водки И Приказали Пойти И Застрелить Крызы Ну Чтобы Не мучилась Псина Он Отвел Туда За Рыг И Там Застрелил Долго Плакал На следующий День Отправлен Офицеры Другой Конец Афганистана Чтобы глаза Его не видели Больше Я Уполнял Приказ Крыса Там Нет А я Потом Было Четверо Оль Да Четверо У нас Было Овчарок Немецких Три Да Они Не живут Вот они Не знаю Почему И уже Ветеринарная Клиника Была Там Друзья Мои Там Все Вот Это Вот Не Живут Мне Сказала Там Врач Кандидат Наук Его сидит рядом Вот такая Здоровая Это Мама А отец Какой Отец Два раза Больше Вот Вырос Такой У нас Детеныш 82 кг весом 82 кг весом 82 в холке Вот такие Зубищи Глаз не видно Весь Лохматый С коротким Хвостом Русский Черный Терьер Или Собака Сталина Собака Гитлера Как Мне Обзывали Но Другая Эта История Умер На руках У меня В деревне Там По-востоку По-востоку Небо тянется Дорога Буду я В арханных Собках И горах По-востоку По-востоку Заложите Души Богу И в патронник Загоните Весь Свой Страх За спиной РД тяжелый Ты терпеть Не мог Со школы Если что-то Давит На плечо Это было Все когда-то Здесь не школьники Солдаты Здесь год за три Пишутся В зачет По-востоку По-востоку Перекурим Брат Серега Да таки Остается Пять минут Небо Высветит Ракета Чья-то Песня Будет спета А кого-то Цинках Повезут Караван Из Пакистана Банда Духов Из Баглана Пища Автомату Твоему На гражданке Ты был смелым Здесь тебя проверят Делом Объяснят Что как И почему По-востоку По-востоку Где ж ты, Ленка, Не дотрога Помнишь, как тебя Я с танцем Провожал Целовались До рассвета Ладно Стоит ли об этом Все решит Последний Перевал Что герой Апулятура И это все Литература И это все Газетная мура Из далекого Герата Передай привет Ребятам С нашего Московского Двора Эту песню Грушники там делали Там нормально Ну все Генералы там какие-то Курировали все это дело И все меняли Все значит тут Все меняли смысл Тут И куда деваться Тут Главпур поменял Там Генерал, который Курировал Видите, Левуш Мой хороший друг Он полковник Груз Значит он там Который выпускали Первые-первые диски Значит Я спою как он и есть Знаете, что поменяли? Сейчас знаете Потом скажу На незримых фронтах Не объявленных войн Нету пауз И нету антрактов Все гремит над землей Нескончаемый бой Для затворов И танковых траков И к прикладу плечо Претерпелось уже Принимая отдачу тугую Этой ночью мой друг На ничейной меже Принял в сердце Случайную пулю Он в разведку вчера Уходил налегке Все шутил, что Афган не Европа Вижу стертый каблук На его сапоге Через влажный зрачок Перископа Только слезы к чему Не мужской разговор Мы помянем его По-другому Из душманов, что прячутся В трещинах гор Ни один не вернется До дому Значит, пленных Не брать Значит, будут дела Значит, будет Стервятником пища Вон зеленой лентой Ракета пошла Мы идем к тебе Слышишь, дружище Мы поднимем тебя На сплетенных руках Донесем до борта вертолета Камнепадом Откликнется эхо в горах На прощальный салют Разве троты? Камнепадом Откликнется эхо в горах На прощальный салют Разве троты? Редактор субтитров А.Семкин